Продолжение следует... Если мы хотим заполучить всю Вселенную, то где тут многобожие? Также, если мы скажем, мы хотим получить блага этого мира и последнего, то где здесь многобожие? Где тут приравнивание его с Аллахом? Приведите мне хотя бы одно доказательство на то, что это многобожие. Этого нет ни в Коране, ни в Сунне, ни в высказываниях ученых. Этот человек – одно из самых невежественных, глупых и заблудших творений Аллаха. Более того, многобожники-курайшиды, такие как Абу Джагль, Абу Ляхаб и другие, которым Пророк, алейхиссалату ассалям, вынес такфир и называл их мучриками, они более осведомлены о Всевышнем Аллахе, чем этот человек. Никто из многобожников и кафиров-курайшитов не говорил, что кто-либо приносит вред и пользу, кроме Аллаха. Имеется в виду, что Абу Джагль и другие многобожники, арабы, которые были с ним, имели убеждение относительно своих божеств, которым они поклонялись, обращаясь к ним с мольбой и надеясь на них, что они только посредники, их заступники перед Всевышним Аллахом, и что они не владеют тем, чтобы распоряжаться чем-то во Вселенной, потому что распоряжающийся всем – это только Аллах. Поэтому этот невежда и глупец сейчас говорит то, чего не говорили многобожники-арабы, жившие во времена пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Он говорит слова, которые не говорил кроме него никто, кроме очень редких творений Аллаха. Лишь некоторые люди, которые заблудились в единобожии и в господстве, осмеливались на подобное, как, например, фараон, проклятия Аллаха ему, который сказал «Я ваш Всевышний Господь», или, например, зороастрийцы, которые приписали сотворение благо свету, а сотворение зла тьме, установив таким образом иных творцов, кроме Аллаха. А это свет и тьма. Поэтому этот человек, имея убеждение, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, может распоряжаться во Вселенной, объединил ширк в божественности с ширком в господстве и сделал пророка Мухаммада, алейхи салляту вассалям, сотоварищем Аллаху, как в таухиде аль-Улюхия, так и в таухиде аль-Рубубия. Да упасет нас Аллах. Многобожие мучейков-курайшитов заключалось лишь в том, что они предали Аллаху сотоварища в поклонении. Что же касается господства, то в нем они не делали этого. Ведь единобожие в господстве – это то естество, с которым были созданы люди. Единобожие в поклонении также является естеством, однако отклонение в нем случилось, потому что люди ошиблись в посвящении поклонения кому-то, кроме Аллаха. Что же касается единобожия в господстве, то все творения единогласны в том, что Творец, наделяющий уделом и управляющий – это только один Аллах, субханаху аль. Таким образом, этот человек, своими заявлениями о том, что Пророк Мухаммад, алейхи саляту вассалям, может распоряжаться во Вселенной, как пожелает, впал в многобожие в Таухид-ур-Рубубия. Он сделал Пророка, алейхи саляту вассалям, сотоварищем Аллаху в его господстве. Ведь единственный, кто распоряжается во Вселенной и управляет ею – это только один Аллах. Во-вторых, сам Пророк, саляту вассалям, отрекался от того, что он обладает мощью и силой. Как я упоминал совсем недавно, в хадисе, передаваемом в Сахихе Аль-Бухари, со слов Абу-Хурейры сообщается, что Пророк, саляту вассалям, однажды обратился к многобожникам Курайшитам, к их племенам и родам. Он начал с Курайшитов в общем, затем обратился отдельно к каждому из родов, сказав «О бану Абдиль Манаф», «О род бану Хашим», «О бани Абдиль Мутталиб», «До тех пор, пока не дошел до своей дочери, Фатыма, да будет доволен ее Аллах». Он сказал ей, «Проси все, что пожелаешь из моего имущества, но я ничем не владею для тебя перед Аллахом. Спасай себя от огня, ведь я ничем не владею для тебя перед Аллахом». Если Пророк, саляту вассалям, не владел никакой пользой для Фатымы и Софи, для бани Абдиль Мутталиб, бани Хашим, бани Абдиль Манаф, для Курайшитов в общем, то что говорить о других? Он не владел тем, чтобы спасти их от ада, однако он мог дать им что-то из своего имущества. Что же касается последней жизни, ада, наказания и так далее, то он не владел ничем из этого перед Аллахом. Обратите внимание на его слова, «Спасай себя от огня, ведь я ничем не владею для тебя перед Аллахом». Таким образом, Пророк, саляту вассалям, отрицает, что владеет чем-либо из этого. Также Всевышний Аллах сказал Пророку Мухаммаду, саляту вассалям, «Скажи, я не говорю вам, что при мне сокровищница Аллаха, и я не веду и сокровенного». Поэтому Пророк, саляту вассалям, не обладал и не обладает мощью распоряжаться во Вселенной. Он не управляет ею или не может изменить в ней что-либо. Если бы он владел чем-то из этого, то прежде всего он бы принес пользу самому себе. Известно, что однажды у Пророка, саляту вассалям, был выбит зуб и рассечена голова. Однажды многобожники принялись строить кознь против Пророка, саляту вассалям, и вырыли для него яму, после чего он упал в нее. Он, саляту вассалям, не знал о ней, так как она была прикрыта и упал в нее. Был выбит его зуб, и произошло рассечение головы, после чего он сказал, «Как может преуспеть народ, который разбил голову своему Пророку, и выбил ему зуб?» Таким образом, Пророк, саляту вассалям, не мог оттолкнуть вред от самого себя. Так как же он может владеть тем, чтобы распоряжаться во всей этой Вселенной? Однажды у него, саляту вассалям, потерялась верблюдица, и поэтому некоторые лицемеры даже сказали, «Пророк, саляту вассалям, сообщает нам о том, что произойдет, хотя сам не знает о том, где находится его верблюдица и куда она делась, на что он говорил, «Воистину я знаю только то, чему меня научил Аллах, субханаху вассалям». После этого он обратился с мольбой к своему Господу, и тогда к нему пришел Джибриэль, мир ему, с откровением, из которого он узнал о том, что его верблюдица находится в таком-то месте, где она зацепилась за дерево. Итак, сам Пророк, саляту вассалям, сообщил нам о том, что он не владеет ничем во Вселенной, не знает сокровенного и не может что-либо изменить, кроме как с дозволения Всевышнего Аллаха. Однажды один человек сказал Пророку, саляту вассалям, «То, что пожелал Аллах и ты». Тогда он сказал, «То, что пожелал один Аллах. Неужели ты приравнял меня к Аллаху?» Также, когда одна из рабынь продекламировала слова похвалы в его адрес, алейх саляту вассалям, сказав, «Среди нас посланник Аллаха, который знает то, что будет завтра», он сказал ей, «Не говори так, а говори то, что говорила раньше». Он сказал ей, «Не говори эти слова, потому что сокровенное не знает никто, кроме Аллаха, субханаху вассалям». Поэтому, по единогласному мнению мусульман, сподвижников табиинов, их последователей и других мусульман, Пророк, саляту вассалям, владел только тем, над чем дал ему власть Всевышний Аллах. Однако, после его смерти, его власть прервалась даже над тем, чем он владел ранее. Все его имущество, которое он оставил после себя, стало милостыней, и оно перестало принадлежать ему, алейх саляту вассалям. То, что он оставил после себя, стало милостыней на пути Аллаха. Ему ничего не осталось из своего имущества, саляту вассалям. Что же касается способности приносить пользу или вред, то Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, мог делать только то, что облегчило ему Всевышний, и только с его позволения. А после его смерти все это прервалось. Как сказал Всевышний Аллах, «Воистину ты смертен, и они смертны». Этот человек, который убежден в том, что посланник Аллаха распоряжается во Вселенной, и может приносить пользу и вред, совершает многобожие по отношению к Аллаху в его господстве. Доказательств, указывающих на то, что это является многобожием, очень много. В книге Аллаха приходит множество доказательств относительно единобожия. Пользу или вред приносит только Аллах. Также не знает сокровенного никто, кроме Аллаха, и только Он один заслуживает того, чтобы Ему поклонялись, Субханаху Таалю.